В чем смысл обращения в Европейский суд по правам человека, если его решение здесь, внутри России, не обязательно к исполнению? Вот, значит, катают под асфальт оппозицию, правозащитные организации, прочих активистов и т.д. в России. Существует ли какая-то практика мировая, вот, выхода из этой ситуации, ну, скажем так, победителем? Ну, ладно, видите, а вы говорите. Два вопроса, Вадим Прохоров, пожалуйста. Мы-то тут что? Что вы можете сказать? Ну, вы знаете, эти два вопроса во многом, мне кажется, как раз связаны, я постараюсь ответить, в том числе через Европейский суд. Именно. Тут надо немножко сделать такое небольшое отступление, что такое Европейский суд. Значит, Европейский суд ведет свои истоки из Римского договора 50-го года, когда после ужаса Второй мировой войны выяснилось, что национальное законодательство не справляется с соблюдением прав человека. Ну, для справки, вполне себе демократическая веймарская конституция в Германии когда была формально отменена? Ответ. В июне 45-го года. Другое дело, что фактически она не действовала, но само по себе факт наличия в Германии, в том числе в нацистской Германии, демократической конституции не помешала ужасам нацизма. Примерно то же самое в монархической Италии, где, значит, властвовал Муссолини и так далее. И вот страны, пережившие ужас Второй мировой войны, решили, что да, нужен некий наднациональный механизм. Это, знаете, не Цербер такой, который стоит вот с некой такой полицейской дубинкой, кто в чем не прав. А это такой корректирующий механизм, который позволяет странам, которые чувствуют общность европейского пути развития с соблюдением прав человека, с соблюдением баланса интересов, разделения властей, независимость суда и так далее, корректировать то, что у них не в порядке. И когда в 1994 году Россия вступала в Совет Европы, а Европейский суд действует для России с 1998 года, там был определенный период, то, в принципе, конечно, на тот период Россия стремилась стать полноценным членом европейского сообщества. К сожалению, сейчас, да, в какой-то мере слушатель прав, что российская власть, они не скрывают, что Европейский суд не указ. Да, выплачивают компенсации по постановлению Европейского суда, компенсации выплачивают. То есть пока еще, слава Богу. Но надо отметить, что само по себе постановление Европейского суда по тому или иному делу, например, вот моя коллега Ольга Михайловна добилась блестящей победы в Большой палате Европейского суда осенью, вот минувшую 2018 года, по делу Алексея Навального. Само по себе победа в Европейском суде и постановление Европейского суда особенно Большой палаты, но не только Большой палаты, которая затрагивает те или иные аспекты соблюдения прав человека. Ну, например, статьи 10 и 11, это вот как раз право на свободу выражения мнений, право на собрание, так сказать, то, что аналог нашим 29 и 31 статьи Конституции. Они имеют очень большое неприходящее значение, потому что они фиксируют, что в Российской Федерации не так. Причем фиксируют вполне официально. Всегда, да, можно говорить, что оппозиция недовольна властями, власть недовольна оппозицией, вот поговорили. А Европейский суд, он как бы стоит над проблемой, и он показывает, ребят, нет, вот у вас неправильно то-то, то-то, то-то и то-то. Это очень важно. Власти, конечно, в России рано или поздно сменятся, в этом нет, ну, просто история идет по спирам. Ну, в конце концов, для мирового сообщения понятно, кто виноват, кто прав. Ну, вот для того, чтобы юридически это оформить и показать, и постараться показать все-таки тем же самым властям Российской Федерации, куда и как все-таки надо идти, хотя, конечно же, они это крайне слабо и агрессивно и в штуки воспринимают, и, видимо, не собираются скорректировать свою политику, хотя рано или поздно это придется сделать. Но вот для того, чтобы отфиксировать происходящие события и правовое их значение, необходимо обращаться в Европе. Ну, в общем, для науки, для науки. Не совсем для науки, это для практической жизни. Хорошо. На самом деле. И, коротко, не знаю, очень, я не взялась отвечать на этот вопрос, бывали ли в истории случаи, когда, ну, в общем-то, в тоталитарном государстве, как он подразумевает, оппозиции удавалось добиться вот своего, у своего правительства. Ну, вот мы задали правильный вопрос, в тоталитарном государстве был период, насколько я помню, Греция при черных полковниках там выходила из Совета Европы и там потом возвращалась, собственно, с юрисдикции Европейского суда. Конечно же, еще раз повторяю, что Европейский суд, он хорош для тех стран, которые чувствуют общность европейской семьи. Ну, например, на определенном этапе в Австрии было много дел, которые были, ну, по ущемлению свободы слова, причем это уже послевоенный. Но когда Европейский суд вынес леска постановления, Обершлик против Австрии, Австрии Лингенс против Австрии и так далее, там был ряд прецедентов, австрийские власти не стали говорить, что нет, это на нас наезжает Европейский суд, потому что это отместка за то, что мы были империей, там, за то, что Гитлер австрийец, и там еще масса, может было придумать идиотских неких отговорок, как, собственно, и наши власти придумывают. А они просто скорректировали свое законодательство и правоприменение. Конечно же, необходимо будет корректировать и у нас, но, думаю, что уже не при этом режиме.